Здравствуйте, дорогие телезрители! Совсем недавно прошли отчетные концерты детских творческих коллективов. То прекрасное время, когда юные танцоры, актеры и вокалисты показывают то, чему научились за целый год. Педагогам дарят цветы, родители еле сдерживают слезы счастья, а наша съемочная группа продолжает снимать все самое лучшее и интересное. Сегодня мы побываем на празднике красоты и грации, музыки и танца на отчетном концерте хореографического коллектива «Парус». Программа концерта носит название «Мыслепат». И это очень необычная хореографическая идея, получившая блестящее точное воплощение на сцене. Мы привыкли, что в танце изображаются животные и птицы, родные березки. С помощью рук и ног можно показать чувства, любовь и ненависть, объятия и отторжения, ссоры, наконец, а вот мысли. Их движение проиллюстрировать невероятно сложно. Это смелая и оригинальная идея. Действительно свежий, современный хореографический подход. Вот, например, кубик Рубика. Любимая игрушка и головоломка миллионов людей. Мы видим, как девочка поворачивает кубик, и его живые цветные грани переворачиваются. Но картинка не складывается, а попытки не прекращаются. Что они означают? Конечно, движение мысли, которое вознаграждается победой. Или смотрите, необычный номер с интересным названием. А нейрон. А нейрон – слово, означающее отдельный мир во сне. То есть мир, создаваемый воображением человека, его сознанием. Осознанные сны помогают не только отдохнуть, но и отправиться в путешествие по различным неведомым мирам. Так и героиня танца. То ли дремлет, то ли ходит во сне. И нам ясно, что голова ее полна мыслей. А как разбудить мысль? Конечно, заметка в газете. Не зря в фильмах именно так. Начинается утро делового человека. Завтрак, пробежка, кофе и свежая пресса. Буквы черные, четкие, энергичные, динамичные. А вот в номере «Черным по белому» речь не о готовой газете, а о творческих муках автора. Буквы страдают, гнутся, падают. И в конечном итоге мнутся вместе с листком. Как же в голову художественному руководителю пришла мысль «ставить танцы о мыслях». Откуда возник этот мыслепат? Мы решили оттолкнуться от французского слова «па» и сделать наши мысли, как мы идем по стопам, шагая, движениями в танцы. Так о чем же танцуют дети? Вернее, думают о проблемах современности, конечно. Обо всем новом. Например, о лайках в интернете. Кстати, как часто вы их ставите? И зачем публикуете посты? Чтобы довести свою мысль до людей? Или вы делаете это только ради лайков? В постановке под названием «149 тысяч лайков» рамочки для фото заставляют героев побегать и понервничать. А порой даже душат их. Нужны ли вам 149 тысяч лайков? Подумайте, именно за этим нужны современные танцы. Их темы актуальны и популярны, как флеш-мобы. Помимо новых номеров, были и уже полюбившиеся зрителям. Тробительные танцы, посвященные мамам, весне, дружбе, шалостям и сладостям. Всему самому лучшему, что было у детей в этом году. У нас этот год был очень яркий. У нас были поездки, у нас было много участия в конкурсах. У нас были победы и лауреатство первой, и гран-при, новые ребятишки. Буквально 2-3 месяца эти ребятишки в танцах и не в одном. Станцевали 4 постановки. Самое лучшее, что есть, это танцы. Дети всегда заняты, они находятся в пределе. И у них есть цель в жизни стать чем-то важным. А в конце хочется выразить простую мысль. Танцы – это огромный труд балетмейстеров, хореографов, детей и родителей. Целый год тратится на то, чтобы создать праздник красоты и грации. Большое спасибо, что вы нам его подарили. Желаем сил и успехов, и еще раз увидимся уже в следующем году.